Чернокольный слон начал с некоторого поля шахматной доски и движется по ней, при этом переходя все время на соседнее поле. То есть он не может перепрыгивать через несколько полей, как обычный слон. Он такой не торопливый. Вопрос. Какое наибольшее количество полей он может пройти, ни разу не побывав на поле, где он уже был? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Пока все правильно. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двадцать девять. Правильно, одиннадцать и двадцать девять. Интересно, как это не так раз не будет. Потому что одно дело, придумать, это не единственный маршрут, пока сменится. Да. У меня их приходят по-другому, двадцать девять. У вас ходят по-другому, и у вас тоже двадцать девять. Да. Замечательно, но это неинтересно. Потому что в задаче спрашивали, какое наибольшее число клеток. Вот мы сейчас находимся в ситуации, когда мы половину работы сделали, а половину работы не сделали. Мы сделали построение примера. Построили пример. Отлично. Теперь нужно доказать, что никто никогда не сделает лучше. Сначала мы ходим по этим объектам. Да. И у нас получается восемь, так как здесь мы можем занять все счеты вверх. Затем, когда мы... Понятно. Вот это абсолютно типичное неправильное решение. Человек без компьютера никогда не решит. Вот это нереально, абсолютно нереально. Почему? Потому что у вас каждый раз есть варианты, да? Вот вы пошли, вы пошли чуть-чуть. А почему именно идти сюда-сюда? А может быть надо было сюда, а потом сюда. Перебор – это занятие для компьютера. Это явно не занятие для человека, ребята. Конечно, бывают задачи, которые нельзя, лишь и без компьютерного перебора. Такое. Но эту можно сдать. Так как нам нужно больше, как можно больше. Так как нам, главное, предназначено большее количество первых. Да. То? То первые восемь мы стараемся занять как можно больше. Мы идем по... Вот, вот, вот. Первые восемь мы стараемся занять как можно лучше. Все. Это то же самое. Это та же самая ошибка. Как только вы начинаете говорить «мы стараемся», вообще, ребята, понимаете ли вы разницу между научным подходом и подходом здравого смысла? Понимаете или нет, в чем разница? Что значит здравый смысл? Ну, это наш какой-то опыт жизненный, правильно? Может быть опыт там бабушек, дедушек, прадедушек и даже и так далее, и так далее, и на многие сотни лет. И на самом деле, это опыт мощная штука. Конечно, многие вещи вы знаете. Вот вы прекрасно понимаете, что там, если идти медленно, то, скорее всего, не дойдешь, да, и так далее. Но сейчас-то речь идет не о просто жизненный опыте, а о строгом доказательстве. И очень здорово, когда удается какие-то такие вот интуитивные представления превратить в точное рассуждение. Потому что, когда вы сделали доказательство, то на этом, что называется, заканчивается эта история, да? То есть, пока у вас только интуитивные рассуждения, а вдруг вы где-то чуть-чуть какой-то вариант не учли, а вдруг, на самом деле, не 29, а 30 и так далее. Дали доказательства, все, это же действительно 29 и действительно больше нет. Так вот, кто какую-нибудь идею знает? У меня идея есть. Да, давайте. Но у меня идея, что вот каждый раз, когда ты выбрал какую-то клетку, то следующий ход – это выбор из трех. Следующий ход – это действительно выбор из трех. И именно об этом-то я и говорил, это чудовищно много. 3 в 28 степени – это не перебор для компьютера. Да. Хотя вообще-то еще программу писать надо. Не думай, я отказываюсь разбирать не только 3 в 28 степени. Ну, конечно, на самом деле, вариантов будет поменьше. Потому что после того, как вы сделали эти несколько ходов, уже многие варианты будут запрещены, там, очевидно, невыгодны и так далее. Но я даже 100 вариантов не хочу разбирать, ребята. Повторяю, что я вам говорю. На доске показан маршрут слона, который начал в некотором поле. Прошел 29, видите, там самое небольшое поле, 29 клеточек по шахматной доске. Требуется узнать, а больше, чем 29 мог пройти, может быть, начать с какого-то другого поля. Но тоже слон на шахматной доске каждый раз переходит в соседнее поле, в соседнее патриарное навига. И требуется ответить на вопрос, какой наибольшей длины маршрут. Да. Как вы вообще не обязаны начинать углу? Кроме того, два угла черные, а два угла белые. Да. Отлично. Отлично. Ребята, вот эти слова самые выгодные и отличают человека, который хочет доказать, от человека, который хочет воспользоваться своей интуицией. Смотрите, есть, что называется, правила, которые вы прекрасно знаете, что называется интуитивно. Ну, например, человек не может летать. Ну, правда же, не может летать. Однако самолюбие есть. Да. А давайте перерисуем дозу. Все понимают, что на самом деле слон ходит в двух направлениях. А одно направление вот такое, а другое направление такое. Правильно? Замечательно. Так, а давайте сделаем так. Нарисуем вот эти клетки. Сколько излишних? Восемь. Мне кажется, так будет понятно. Просто берем, рисуем горизонталь из восьми клеток. Вот это линия. Здесь вот из каких клеток? Из швистей. Из четырех. Из... Что это означает? Очень простая вещь. Вот я сюда пририсовываю шесть клеток. Дальше я пририсовываю четыре клетки. И, наконец, пририсовываю две клетки. И то же самое надо нарисовать снизу. Вот так. И теперь уже все ходы делаем как? Веризонталь и вертикаль. Правильно? Здесь мы ходили вот в таких направлениях. Нельзя как-то понимать. Вот так и так. А здесь мы ходим вот в таких направлениях. Наверное, эта доска попроще. Почему нельзя пройти больше, чем двадцать девять клеток? Слушайте, а давайте мы эту штуку раскрасим в два цвета. Интересно, сколько в таком случае будет клеточек такого цвета? Всего их в тридцать две? И будет по шестнадцать штук. Объясняю почему. Потому что вот это одного цвета, а это другого. И, соответственно, будут симметричные две половинки. И, соответственно, раскраска в два цвета не дает нам ничего. Я боюсь, что эту задачу можно просто-напросто не решить. Потому что здесь нужна довольно неожиданная. Здесь нужно догадаться раскрасить, но не так вот, что называется, примитивно раскрасить, как вы... Ну, что ж, примитивно, это такая любимая стандартная, шахматная раскраска, да? Шахматная поля. Нет. Здесь раскраска нужна, довольно хитрая. Нужно смотреть на край доски. Я сейчас штрихую... Сколько таких полей? Сколько? Сколько? Вот такие. Полей на край доске. 28. 28, совершенно верно. И прошу вас понять, как эта штриховка будет выглядеть здесь. Между прочим, будет поменьше, будет всего 14, потому что они чередуются, белые и черные. Посмотрите, вот эта штрихована? Да. Заштрихована. Значит, вот это поле штриховано. Полом. Хорошо. Теперь пошли дальше. Вот это что за поле? Это что за поле? Вот это, это, это. Это очень просто. Сколько? 14 или не 14? Прочитаем? 14. Замечательно. 14 поле. И дальше хотелось бы сказать такую штуку, что каждым ходом слон переходит с края не на край. Хотя, это глупость, потому что на краю вполне две клетки, на этом рисунке седьмой и восьмой, и вот эти вот 28 и 29, есть две клетки, когда, понятно, да? Переходят с края на край. И кроме того, а что мне толку? Даже если он переходил только с не края на край, что мне толку? Так вот, ребята, оказывается, надо сделать вот что. Заштриховать еще и вот какой-то. Давайте подумаем, это что такое? На нашей вот этой основной диагонали это третье и третье с другого конца. Значит, нужно штриховать, нужно, я вышла права? Да, да, все правильно. Нужно штриховать вот эти два поля. Хорошо. Это я вот эти вот взял. Еще что это такое? Вот эти два. И, соответственно, смотрите, что получилось. Часть клеток закрашены, а часть клеток не закрашены. Вот интересный вопрос, сколько у нас не закрашен клеток? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, десять. Дома двенадцать. Молодцы, двенадцать. Двенадцать незакрашенных клеток и остальные клетки закрашены. Отлично. Теперь, вот теперь я хотел бы, чтобы вы не задались.